Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем и о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Кадровые ротации на Брещене. Глава государства утвердил в должности новых руководителей областного и городского звена. От молочного завода до крупнейшего белорусского производителя молочной продукции под брендом «Савушкин». Творческий портрет генерального директора предприятия Александра Савчица. Каток горел, как сто зеркал, переливался и сверкал. Нет ничего чудесней льда. Когда же мы пойдем туда? Где в Бресте можно покататься на коньках, поиграть в хоккей и получить массу положительных эмоций? Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Белорусское государство не стоит на месте. Оно активно развивается, совершенствуя свои методы и подходы в решении задач экономики и промышленности, сельского хозяйства и строительства. Все эти перемены требуют новых подходов и новых взглядов. 23 января президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Руководитель страны дал согласие на назначение заместителем губернатора Брестской области Андрея Анатольевича Клеца, главу администрации Ленинского района Бреста. А новым руководителем администрации стал Дмитрий Городецкий, который занимал пост заместителя начальника главного финансового управления облсполкома. Накануне в Брестском областном и городском исполкомах прошли представления к должности новых руководителей. Новая должность – это большие надежды и новые обязанности. Это подчеркнул во время своего выступления губернатор региона Константин Сумор, представляя своего нового заместителя. Им стал Андрей Анатольевич Клец, который с февраля 2013 года возглавлял администрацию Ленинского района города над Бугом. Он будет курировать вопросы экономики. Как неоднократно подчеркивал губернатор региона, должность, которую с сегодняшнего дня будет занимать Андрей Клец, очень ответственная. Поэтому потребует от него огромного труда и постоянного поиска новых решений для эффективной оптимизации экономической сферы. Я думаю, правильно, что мы внесли предложение президенту страны на назначение Андрея Анатольевича на тот участок работы, который сейчас… Он всегда был очень важен, но когда мы говорим о модернизации промышленности в полном объеме, конечно же, тут непосадка работы, поэтому как раз Михаил Иванович будет это направление в том числе вести. Кроме того, в рамках торжественного представления Константин Сумор провел небольшое совещание для руководителей отделов и управлений облсполкома. В своем обращении губернатор выразил уверенность в том, что эта пятилетка для экономики Брестского региона не будет кризисной. Он считает, что Брещина имеет все возможности, чтобы побороться за достижение планируемых результатов. Андрей Клец уже видит направление, по которым ему предстоит работать, чтобы экономика Брестского региона постоянно развивалась. Серьезный идет процесс модернизации промышленных предприятий, о чем говорил сегодня губернатор. Ну и поставленные задачи губернаторам сегодня, они реально выполнимы. Больше это те направления, на которые нужно особо обратить внимание в текущем году. Это та работа, которая уже шла. И сказать, что каких-то конкретных или кардинальных изменений не будет. Будет просто точечная работа по всем направлениям. Новые назначения не обошли стороной и Брестский городской исполнительный комитет. Вместо Андрея Клеца главой администрации Ленинского района стал Дмитрий Николаевич Городецкий, который до нового назначения был заместителем начальника главного финансового управления област полкома, где зарекомендовал себя как грамотный специалист и хороший управленец. Он уже очертил круг задач, которые будут решаться в ближайшее время, и осознает, какой груз новых обязанностей ложится на его плечи. В связи с тем, что значимость большая всех предпринимательских секторов промышленного района и масштаба города и района, это именно налагает на нас всех большую ответственность за устойчивое развитие организации нашего района. За поздравлениями и пожеланиями, которые услышали в свой адрес Андрей Клец и Дмитрий Городецкий, стоит большой труд и терпение. Концентрация не только себя, но и людей, которыми будут руководить и которых будут направлять чиновники. Круг обязанностей, с которыми скоро столкнутся, велик. Им предстоит решать серьезные вопросы, от которых зависит благополучие не только города и региона, но и каждого человека, проживающего в нашем Берестейском крае. Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Давая согласие на назначение руководителей местных исполнительных органов, Александр Лукашенко предупредил, что они фактически будут на переднем крае в работе с людьми. Цитата. «Вас видят все, даже порой, когда вам этого не хотелось бы. Поэтому многое зависит от вашей порядочности, чистоты и от той справедливой политики, которую вы будете проводить в своем регионе». Эти слова относятся ко всем руководителям, независимо от лет и стажа работы. Молод ты или зрел, если взялся за дело, выполняй его с душой. Эти слова являются основополагающими для героя нашего следующего материала. Депутата областного совета. Прекрасного человека, умеющего постоять за тех людей, которые находятся рядом, и отстоять их интересы. Человека, активно занимающегося благотворительностью не на словах, а на деле. И, конечно, замечательного руководителя, который за 15 лет создал предприятие, которое известно не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это Александр Савчиц, генеральный директор открытого акционерного общества «Савушкин». Знакомьтесь. Руководить таким гигантом, как Савушкин, не просто. Каждый час у генерального директора предприятия Александра Савчица расписан по минутам. По этому и времени на разговоры просто нет. Работать нужно, а не разговоры вести. Но все-таки интервью нам взять у Александра Васильевича удалось. Первый вопрос, конечно же, о предприятии. Ведь сегодня Савушкин один из крупнейших и наиболее известных производителей натуральной молочной и соковой продукции. Мы дорожим тем рынком, который у нас есть на сегодняшний день в Республике Беларусь. Это 17% цельномолочной продукции мы поставляем. Естественно, мы боремся за качество, боремся за те продукты, которые должны быть на столе здоровое, нормальное питание. Это не я говорю, это требует медицины, это требует руководитель нашего государства, чтобы все-таки белорусский народ питался нормальной, здоровой пищей. Не потому, что мы, а потому, что мы уже и так обижены Чернобылем немножко. Я, как мои родители, живут на Гомельщине, я все это прекрасно понимаю. Поэтому мы стараемся делать все, от нас зависит, чтобы эти продукты были на столе наших белорусов. Если есть желание, то его исполнение – дело времени. На Савушкине так и получается. Начиная с 1998 года, когда к управлению производством пришел Александр Савчиц, у предприятия началась новая жизнь. Требования были жесткие, но выполнимые. Подбор команды профессионалов, максимальный учет желаний и потребностей покупателей и как основополагающая реконструкция и модернизация самого производства. Работали на перспективу, не забывая о дни сегодняшнем. В итоге уже сегодня ассортиментная линейка компаний с озвученным названием «Савушкин» имеет более двухсот наименований продукции. Хорошие продукты никогда не сделаешь на плохом оборудовании. Поэтому наша самая главная задача – это все-таки все, что есть в лучшем мире, должно быть на Савушкином продукте. Это не один год, это уже мы третью пятилетку с этим вопросом работаем. Если брать, начиная с 2001 года, то мы уже больше двухсот миллионов долларов вложили в производство наше. И не только в Бресте, а и в Пинске, и в Столине. И сейчас модернизация идет на всех трех площадках. Да и вы, наверное, знаете, что мы строим новый завод, где на самом деле будет завод 22 века уже, потому что все, что новое есть, новейшее есть сегодня на Западе. В плане переработки молока, все оборудование, оно будет и на Савушкином продукте. Завод 22 века заложили в 2013 году, в апреле. Суммарные инвестиции по предварительным прогнозам составят более 50 миллионов долларов. А в целом, в течение прошлого года в модернизацию производства вложено порядка 400 миллиардов рублей. Новая производственная площадка, пятая по счету, будет специализироваться на переработке цельномолочной продукции. Ведь переработать около 2000 тонн молока в сутки, которые приходят на Савушкин, непросто. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит значительно увеличить не только объемы, но и глубину переработки сырья. В новых цехах будут работать линии, которым в настоящее время аналогов в Беларуси нет. Уместен вопрос, когда введут в эксплуатацию производство. Не сомневаюсь даже в том, что в этом году завод начнет работать быстрее всего в первом полугодии. Темпы строительства меня самого ошарашили. Мы сегодня себе ставим самые большие задачи выйти на рынки с новыми продуктами, поэтому мы стараемся быстренько запустить этот завод. Оборудование заказано. Я уже еще раз говорю, что в прошлом году мы больше 400 миллиардов вложено практически в строительство завода и в оборудование. Сейчас идет полный входный монтаж во всех цехах. Часть уже смонтирована. Я полагаю, так к концу февраля будет уже идти наладка оборудования. В середине где-то года, к концу первого полугодия появится новая продукция. Мы любим то, что мы делаем, говорят сотрудники открытого акционерного общества «Савушкин». Этот слоган проверен временем и подтвержден жизнью. На протяжении последних 10 лет компания «Савушкин» является признанным лидером в производстве молочной продукции в Беларуси, что подтверждает многочисленные победы в республиканских и международных конкурсах, а это свыше 300 дипломов, медалей и наград. 80% экономики Московского района – это экономика предприятия «Савушкин продукт». Их успехи – это успехи района, успехи города. И я очень рад, что наш флагман экономики идет уверенно вперед. Я очень рад, что этот коллектив возглавляет замечательный руководитель Александр Васильевич «Савчиц», который показывает примеры профессионального управления, примеры деловых коммуникаций с органами власти, примеры гражданской и общественной позиции. И то, что даже сегодня он получает награду не за хозяйственную деятельность, а за свою общественную деятельность – лишнее тому подтверждение. Чтобы продукция компании неизменно оставалась натуральна, сырье для ее производства поступает из экологически чистых районов, а в процессе производства не используются консерванты. Продукция «Савушкина» изготовлена без применения генномодифицированных источников из натурального продовольственного сырья, полученного от животных, выращенных без применения антибиотиков, стимуляторов от корма, гормональных препаратов. Поэтому молочно-товарные фермы области, откуда идет основной продукт молоко, под неусыпным контролем специалистов «Савушкина». Мы сегодня проводим полностью на своем лабораторном оборудовании, потому что оно у нас самое новое, проводим анализ сырья, которое идет нам в зону. Мы каждую корову проверяем на наличие соматики, бакобсемененность, белок, жиры для того, чтобы понять, что мы можем в конце туннеля, как я говорю, иметь. И специалисты у нас в этом вопросе работают. Мы купили транспорт, сегодня созданы бригады, которые выезжают, изучают. Я думаю, что мы в первом квартале закончим эту работу. И отсюда уже тогда поставим диагноз и начнем работать в плане того, чтобы наша сырьевая зона давала все результаты в зависимости от вложенных денег. Потому что денег-то вложено немало в сельское хозяйство. Но самое главное, что уютно расположившись в областном центре, являясь градообразующим предприятием, «Савушкин» не отделяет себя от города. Они активные участники всех благотворительных мероприятий, акций. Они помогают, поддерживают, спонсируют. Такова политика руководства, которую поддерживает и коллектив. Бабушка меня так воспитала. Если можешь помочь человеку, помогай. Я всю жизнь стараюсь этому, ее мудрым словами, как-то доверяю. И иду по жизни так. Она мне все время говорила, кидай сынок вперед. То есть помоги, кидай вперед. Придет время, надо будет тебе помочь, тебе помогут. На самом деле, это, наверное, не маэм. Это может быть какая-то божья заповедь или чего-то еще. Но, тем не менее, и по жизни оно, наверное, так и есть. С такими принципами и подходами все у открытого акционерного общества «Савушкин» получится. Впереди долгая жизнь с высокими показателями, с вкусной, полезной продукцией и с добрыми делами. Я хочу одного, чтобы наше предприятие, я нисколько не сомневаюсь, что оно сегодня лидер молочной промышленности, чтобы оно было и не только вчера, а сегодня, и завтра, и многие-многие годы. Лариса Осмоловича, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Январское заседание Брестского областного исполнительного комитета прошло в минувший понедельник в городе над Бугом. Вопросы, которые стояли на повестке дня, не просто важные. Это план, согласно которому Край будет работать на протяжении всего года. На повестке дня стоял целый ряд важных и актуальных для области вопросов, в числе которых социально-экономическое развитие Берестейского края за прошлый год и прогнозные показатели на 2014-й. В ходе своего доклада о том, как сработала экономика Край в 2013 году, первый заместитель председателя облсполкома Михаил Юхимук подчеркнул, что в целом показатели Брещины выше среднереспубликанских. Но гораздо ниже тех, которые может дать регион с таким потенциалом. Реформирование убыточных предприятий, максимальная оптимизация рабочих мест, создание эффективного малого и среднего бизнеса, снижение затрат на производство продукции, активное использование пустующих площадей, находящихся в государственной собственности, продолжение процесса модернизации, адресная помощь населению. Это сфера экономики Края, которым в наступившем году необходимо уделить особое внимание. Их немало. И они не самые легкие в исполнении. Впереди у Края непростое время, и его преодоление требует основательного подхода и крепких, компетентных и образованных руководителей, которые способны взять на себя ответственность и работать не для галочки, а на результат. Первое, что необходимо нам делать, это в этом году максимально ввести оценку нашей работы именно по экономическим показателям. То, о чем я говорил, и все время призывал в течение этого года, и в какой-то степени что-то нам удалось добиться. Но все равно наши возможности, я еще раз хочу подтвердить или подчеркнуть, не соразмерны с теми результатами, которые мы имеем. Как идет реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм на Брещене? На этот вопрос давали ответ сотрудники Комитета государственного контроля на состоявшемся на этой неделе совещании по проведенному мониторингу. Хотя и не просто дается агропромышленному комплексу столь стремительное масштабное обновление молочной отрасли, но работа движется. Не такими темпами, конечно, как хотелось бы, но все-таки Брестская область занимает лидирующие позиции в республике в этом направлении. В 2013 году была проведена большая работа, поэтому и результаты высокие. Из 188 планируемых к воду молочно-товарных ферм на 1 января введено в строй 95%. Конечно, причины недостроя были и остаются объективные и субъективные, но можно вычленить основные. Во-первых, основная причина – это нехватка средств. Вторая причина – это человеческий фактор. Где-то упущение, скажем, со стороны руководства районных эксплуатационных комитетов, со стороны руководителей хозяйств. Но основная причина – недостаток денежных средств. Управление комитета судебных экспертиз по Брестской области – организация одновременная и молодая, так как образована менее года назад, и очень зрелая, так как работают тут люди, которые уже давно и плодотворно занимаются установлением истины ради справедливости и подходят к своему делу ответственно и профессионально. Совокупность этих качеств и позволяет данному ведомству уверенно говорить о настоящем и с оптимизмом смотреть в будущее. Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь начал свою деятельность в июле 2013 года. За короткий срок его сотрудниками был выполнен значительный объем работы, который включал в себя помимо выполнения основных служебных обязанностей, еще и решение вопросов по урегулированию организационных моментов и формированию материально-технической базы. В четверг в ходе оперативного совещания управления комитета по Брестской области были подведены первые итоги деятельности во всех направлениях. Стараемся находить пути решения каких-то наших вопросов, проблемных вопросов взаимодействия, в том числе вопросов межличностных, вопросов урегулирования каких-то спорных ситуаций между сотрудниками, которые пришли из разных служб и подразделений. Потому что здесь сегодня объединены сотрудники как в погонах из разных силовых министерств и ведомств, так и сотрудники гражданские. Есть вопросы, но все люди адекватные, умные, грамотные, поэтому больших проблем с их акклиматизацией в общем-то нет. В Московской администрации города Бреста прошло подведение итогов и награждение победителей конкурса по украшению района к новогодним и рождественским праздникам. Предприятия, учреждения образования, фирмы и индивидуальные предприниматели, все субъекты хозяйствования постарались сделать Московский район красивее и праздничнее. Получилось. А коль задачами справились, считает глава администрации, значит заслуживают поощрения. Были награждены те, кто на взгляд компетентной комиссии постарался лучше других. В числе награжденных рынок Лагуна и городской Жрео, Брест, Деловой и Облгаз, Гефесттехника и Белгострах, школы и гимназии всего 11. В числе победителей открытое акционерное общество Савушкин. Когда-то давно Великий Достоевский сказал, мир спасет красота. И это действительно так. Стоит лишь приложить чуточку усилий и сделать поначалу красивее свой дом, улицу, бульвар, по которому ты ходишь каждый день. Жить станет легче и приятнее. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Говорим не только о важном и познавательном, но и об интересном и актуальном. На протяжении недели в городе над Бугом стоит морозная погода. Встретить на улицах областного центра легко одетого берестейца практически невозможно. В то время как люди кутаются в теплые одежды, водоемы области затягивают толстым слоем льда. Однако любители зимних видов спорта, конькобежного, хоккея и фигурного катания такая ситуация весьма радует. Только проводить время с любимой клюшкой они будут не на реке, а на катках, которые на этой неделе появились в городе над Бугом. Где уже можно поупражняться в искусстве фигурного катания и сколько ледовых площадок появилось в городе? Узнаем из нашего следующего сюжета. Почетное право первым открыть список ледовых площадок Бреста принадлежит спортивному комплексу «Ледовый дворец». Его двери открыты для любителей конькобежного досуга почти круглый год. Ежедневно на льду дворца спорта успевают покататься, упасть и научиться крепко стоять на коньках около 300 человек. Чуть меньшее число любителей льда, но с таким же энтузиазмом посещают открытые катки города, которые уже готовы к приходу детей и взрослых. Уже готовы площадки хоккейные в 16-й школе, готовы площадки, две площадки залиты в парке нашем городском. Это площадки для айштока предназначены, но там тоже можно покататься на коньках. В принципе, там они готовы где-то две площадки 16 на 32 метра. И там, придя уже со своими коньками, можно покататься с детьми, можно покататься с родителями. Уже на протяжении многих лет каток в средней школе номер 16 становится излюбленным местом досуга не только учеников, но и жителей микрорайона Граевка. На памяти директора Татьяны Солоненко не было ни одного года, чтобы каток не заливался. Единственное, что меняется – время его появления, зависящего от капризов зимы. Однажды ледовую площадку залили в ноябре, которая благополучно простояла до марта. Как только каток готов принять посетителей, жители Граевки спешат встать на коньки целыми семьями. Мы очень часто наблюдаем ситуацию, когда вечером приезжает машина, выходит папа, там сын с коньками, с клюшками и начинает работать. Ну и, ко всем прочему, конечно, в свободное от урока время дети постоянно здесь на катке. И в рамках общеобразовательной программы по предмету физической культуры и здоровья тоже практикуется выход сюда в рамках урока. Дети – самые преданные поклонники хоккейной площадки. Неважно, сколько градусов показывает столбик термометра, главное – потеплее одеться, взять коньки, клюшку и покорять местный лед. Для юных хоккеистов появление катка – один из самых долгожданных моментов в году. Можно прийти после школы, отдохнуть, покататься, взять коньки, поиграть в хоккей. Но это вообще интересно, хорошо, что заливают. Я прийти каждый год, когда его заливают. Ну и вообще это нравится. Это спортивно, это весело ходить сюда с друзьями кататься. Развивать искусство балансирования на коньках можно еще на девяти ледовых площадках города. Традиционно это спальные микрорайоны, парк Первого Мая и Гребной канал. На днях хоккейная коробка появилась и за ледовым дворцом, которое также готово к приходу любителей зимних забав. Катание на коньках – это не только спорт. Это, прежде всего, приятное времяпровождение, которое можно себе позволить только в зимнее время года. Поэтому берите коньки и вперед покорять ледовые арены города. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Настоящая сокровищница творческих идей, замыслов и исканий юных дарований сегодня открыла свои двери в городе Надбугом. В 32-й Брестской школе состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая начало работы выставки картин учащихся, которые входят в золотой фонд этого учреждения образования. Побывал на мероприятии и попыталась узнать секреты художественного вдохновения и мастерства наш корреспондент Анастасия Стропко. Сегодня на базе 32-й школы города Надбугом состоялось торжественное открытие выставки учащихся и выпускников учреждения образования. Коллекция этих работ имеет весьма громкое название «Золотой фонд», но это обоснованно. Здесь собраны самые лучшие картины воспитанников. Каждая из них – своеобразный итог многолетней, кропотливой и порой нелегкой работы учителей, школьников и их родных. Все работы, а сегодня их насчитывается более 140, это не просто полотна, на которых изображены красивые рисунки. Это признание в любви и преданности к искусству, а также выражение благодарности месту, где постигались его азы. Здесь я получала свои первые знания, первые навыки. И хотелось бы, конечно, выразить благодарность школе, а в частности учителям, которые воспитали бы мне, наверное, те эстетические чувства, дали мне те азы, может быть, те навыки, которые помогли мне самореализоваться и найти себя в этом творческой деятельности, в искусстве. Творчество вошло в мою жизнь, наверное, с самого детства, как и все, начиная рисовать с карандашом, красками, на обоях даже. И все это переросло в школе художественного класса. Мы учились здесь, познавали азы рисунка, живописи. Сегодня выпускница уверена, что без особой школьной атмосферы, которая просто пропитана тягой к прекрасному, без помощи своих терпеливых наставников, их хобби могло бы и не превратиться в настоящую работу мечты. На открытие выставки девушки пришли с почетной миссией поделиться с нынешними школьниками своими впечатлениями о дальнейшей учебе и работе, рассказать о том, как удалось сделать увлечение своим призванием. Все они и сегодня вне школьных стен не представляют жизни без красок, кистей и мольберта. И в первую очередь это заслуга учителей, которые испытывают настоящую гордость за воспитанников. Мы гордимся своим золотым фондом, потому что такой фонд вряд ли есть еще в какой-либо школе нашего города. Есть у нас, конечно, и ученики, и работы, которыми мы особо гордимся. Конечно же, мы гордимся теми выпускниками, которые после окончания школы выбрали профессию, которая связана с искусством. В 2006 году наши выпускники 9 и 11 классы, а в 9 и 11 классах до 2008 года был экзамен по эстетическому, по художественному профилю. Сейчас мы это называем творческим отчетом. Ребята внесли такое предложение о несоздательном в школе золотой фонд. И с этого момента наш золотой фонд начал пополняться работами ребят. Коллекция золотого фонда пополняется после каждого творческого отчета, который проходит в конце учебного года у 9-ти классников. Огромное разнообразие стилей, тем, техник исполнения и свое видение реальности у юных художников придают экспозиции неповторимый колорит, который не может оставить равнодушным. А потому вполне закономерен тот факт, что уже не единожды картины выставлялись не только в родных стенах 32-й школы, но и далеко за ее пределами, Вдохновляя зрителей, вселяя оптимизм и пробуждая настоящую любовь к искусству и тягу к прекрасному. Как говорил Конфуций, найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни, поскольку труд будет в радость. Китайский философ наверняка знал, о чем говорит. Особенно справедливость этого изречения касается людей творческих, которым просто необходимо вдохновение и определенный душевный настрой. И глядя на то, как горят глаза у педагогов и у их воспитанников, как нынешних, так и бывших, становится понятно, что дело своей жизни они нашли. Именно благодаря взаимной поддержке и помощи. Вы смотрели итоговую программу BookInform, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В воскресенье в Беларуси в основном сохранится влияние холодного антициклона. Существенных осадков по стране не ожидается. А вот в Брестской области пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 10-12 градусов. Дневной максимум температуры окажется в пределах 7-9 мороза. 27 января в понедельник территория нашей республики будет находиться на периферии холодного антициклона. На Брещене скажется влияние фронтального раздела смещающегося Скорпат, который принесет обильный снег. Возможно, слабая метель. На отдельных участках дорог страны скользко. Температурный фон ночных часов составит 8-10 мороза. Днем мороз ослабнет, воздух охладится до минус 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин